Это не сон и не кадры кинохроники. На первую платформу Самарского ЖД вокзала прибывает локомотив L3854 или как его еще называли Лебедянка. Именно такие паровозы, начиная с конца 45-го, тянули за собой целые эшелоны, на которых фронтовики добирались домой, где их встречали с музыкой и цветами. Паровоз Лебедянка выпускался в Советском Союзе с 1945 по 1955 годы. В то время с ним конкурировали еще около 4000 локомотивов, но в итоге он был признан лучшим. Конструкторы-разработчики тогда удостоились сталинской премии. Вес легендарного локомотива почти 170 тонн. При этом максимальная скорость паровоза достигает 80 километров в час. Именно поэтому запасы горючего всегда должны быть полны. В грузовой отсек помещается более 20 тонн угля. Впрочем, в горючем машина неприхотлива, рассказывает Валерий Тараланов. Сам пять лет отработал на таком же. Признается, работенка была не из легких. Они работают на любом топливе. Наложить дров, они на дровах будут работать. Наложить в мазут, налить. На мазуте будет работать. Угля накидать, на угле будет работать. Работа трудная. За смену перекидывали лопаты. Руки, лопата, 6 тонн. Хватало угля где-то 18 тонн, хватало на 3-4 дня. Сегодня Валерию и его коллегам выпала честь управлять легендарным локомотивом, который проделал путь от Пензы до Кенеля, а затем и до Самары. В ходе путешествия вести паровоз довелось и машинистам помоложе. Почетными пассажирами поезда «Победы» стали бывшие сотрудники Куйбышевской железной дороги. Проехались, как говорят, с ветерком. По прибытии в Самару почетных гостей, бывших сотрудников Куйбышевской железной дороги, а также ветеранов Великой Отечественной войны ждал концерт на стадионе с символическим названием «Локомотив». Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.